Всего 1 миллион рублей. По международным меркам сумма просто пустяковая. Именно такие деньги получил новосибирец Евгений Лукин почти за 5 лет унижения. Это один из немногих примеров того, когда вспять удалось повернуть, если и не время, то правовую телегу. А государство, если оно совершает преступление против правосудия, оно совершает самое тяжкое преступление. Оно подрывает вообще веру в то, что можно сюда обращаться, всю структуру законности. Она подрывает это дело. Она делает преступление нормой жизни. На недавней пресс-конференции в Доме журналистов было жарко от обвинений, адресованных власть-придержащим. Есть такая, знаете, простая фраза. Если вы не занимаетесь политикой, политика займется вами. Так вот, если государство делает такие политические ходы, значит, государство этому выгодно. За этим эмоциональным накалом реальные судьбы людей, попавших под судебную раздачу. Глупая случайность, но, говорится, вся наша жизнь случайность. То, что сегодня Евгений Лукин называют глупой случайностью, это 4 года и 8 месяцев несвободы. Он был задержан в конце декабря 99-го. До миллениума оставалось совсем ничего. Но предпраздничные хлопоты тогда сразу отошли на второй план. Лукину инкриминировали ни много ни мало, а убийство Марины Федотовой. У нее дома нашли мой отпечаток ладони. Я, собственно говоря, не отрицал, что я там был. Когда она там лежала уже убитая, мы приехали буквально на месте со скорой. И я там был, собственно говоря, на месте преступления, так что могла остаться моя ладонь. В доказательную копилку якобы совершенного преступления легла явка с повинной, которая появилась несколько дней спустя после задержания. Вот эти признательные строки. Это практикуется. Сначала запугивание, уговаривание, потом физическое воздействие, потом опять запугивание. Признание обвиняемого царица доказательств. Это профессиональная кредо Андрея Вышинского, архитектора самых страшных судебных сталинских процессов. И для нынешней правовой системы не пустой звук. Впрочем, тогда служебная проверка не выявила в действиях сотрудников милиции никаких должностных нарушений. Меня просто вызвали на допрос, спустили вниз в подвал, следователь развернулся, ушел, а два товарища зашли. Вот и все. Данное уголовное дело является пособием, как нельзя делать. Потому что то, что происходило, с вещественными доказательствами, которые почему-то суд положил в основу приговора. То есть у нас это же было не одно заседание. Три приговора Кировского суда. То есть два приговора нам удалось отменить. Третий приговор все-таки был оставлен без изменения. И жалоба в президиум Новосибирского областного суда роли уже не сыграла. Дело запущено. Когда дело запущено, остановить его практически невозможно. Неожиданному счастливому повороту в своей судьбе Евгений Лукин обязан совершенно другому уголовному делу. Летом 2003-го в Новосибирске была ликвидирована банда. Этим расследованием занимался отдел Генпрокуратуры по Сибирскому федеральному округу. Один из подозреваемых тогда и признался в убийстве Марины Федотовой. Лукину просто повезло. Если бы не нашлась та банда, на счету которой 12 убийств и 18 разбойных нападений, я уверен, что он бы так бы сидел. Российская Конституция закрепляет за каждым из нас право на возмещение вреда, причиненного незаконными действиями органов государственной власти. В сентябре 2004-го суд наконец-то признал право Евгения Лукина на реабилитацию. Но вместо 15 миллионов за нравственные страдания, потерю работы и распад семьи он получил всего только 1 миллион. Посчитали, что Лукин недостойен 15 миллионов вследствие того, что исходя из его личности. Я уже потом в надзорной жалобе писал в областной суд о том, чтобы, извините, а что у нас люди из первого, второго и третьего сорта. Ну а что же те, кто в 2000-м поддерживал сторону обвинения? Игорь Хричков, тогда бывший следователем Октябрьской прокуратуры, сегодня практикующий юрист. Я вряд ли вам скажусь как бы для этого репортажа, потому что я удержусь. События больше нести лет уже, да, для нас. Мне уже откоменно все это набило, это дело. Обвинительное заключение тогда было завизировано прокурором Кировского района Владиславом Мандрыко. Сейчас он служит в прокуратуре Дзержинского района. До сих пор и у меня глубочайшее убеждение о том, что Лукин, он, если не единственный виновный в совершении этого убийства, то, во всяком случае, участник группы по совершению этого убийства. И эта уверенность абсолютно такая же и у всех лиц, которые имели отношение к расследованию. И сегодня Владислав Иванович не сомневается, суд был, если и не скорым, то правым. Меня же по этому поводу уже не менялись, даже не наказали. Потому что все прекрасно понимали, это просто лицемерие. Я назову тебе прав, чтобы вам было понятно. Ради красного словца не пожалею отца. Тогда так стало, что это дело оказалось в таких руках, да, нужно было пропиариться. Ну, пропиарились. Но все это для Евгения Лукина уже часть прошлого. В середине апреля ему исполнилось 45. Правда, этот жизненный миллениум он встретил без особой радости. Валидность дать не дали, а шибко работать тоже не могу. Здоровье не позволяет. Поднимать ничего нельзя. Семьей новой не обзавелись, да? Нет, в семье новой не обзавелся.